дорогие друзья у нас высохла наша первая проходка клеем пва теперь можно уже приступать к наклейке непосредственно нашей простылочки которую мы с вами уже подготовили давайте мы возьмем ванночку возьмем валик возьмем клей пва и немножечко мы сюда подготовим выльем его потому что мы потом еще используем остатки клея для грунтовки будем смешивать с белой акриловой краской так аккуратненько надо будет мы потом подольем теперь валик жирнее окунаем промакиваем то что валик сейчас на себя наберет клея станет сухой и начинаем аккуратно раскатывать по поверхности арголита то есть это мы уже по полностью первому первое смысле жирный у нас просох как следует причем но мы его оставили на подольше посохнуть связи с тем что у нас не было времени подождать когда все это высохнет и теперь мы вторым заходом снимаем уже непосредственно наклейку так вот поровнее стараемся промазать еще выбираем можно кистью но кисти будет не так ровно лучше конечно валик все уголочки промазаны если у вас стол или какая-то поверхности она хорошая то желательно постелить на нее какую-то может быть клеенку или газеты чтобы не пачкать не краски не клеем у меня стол рабочий я потом просто протру поэтому мне не страшно что вот я на него заезжаю немножко валиком и опять в технологии крест-накрест то есть вот так вот вертикально вот меня да потом горизонтально раскатали можно пощупать пальцы насколько нормальный слой то есть он должен такой быть не жиденький но и не прям не очень густой густой что-то среднее чего это примерно пол миллиметра где-то теперь мы берем нашу ткань и у нас вот я намечала есть линия самого контура контур нашего формата аккуратно мы стараясь и стараемся приложить вот по этим линиям если если сразу не получилось ничего страшного можно вот так же снять опять потому что мы еще не прижимали и заново примерно приложить то есть вот смотрим а сколько у нас остается до края вертикали и края по горизонтали чтобы мы с вами могли сделать подгиб ткани наложили и теперь мы из серединочки аккуратно начинаем разглаживать нашу ткань лучше конечно это сделать каким-то шпателем если у вас есть он если нет ничего страшного все можно сделать вручную можно взять резиновый шпатель у кого есть опять же если что-то в расшиблись где-то вы вот так вот сделали потом смотрите не хватает на подгиб ничего страшного склея не высох вы опять это все сняли вот так опять мы все это снимаете еще разочек промажут промазываете опять накладываете и опять начинаете из серединочки к краям разглаживать технология похожи на наклейку обои смотрите чтобы не было складок можно приподнимать ткань чуть-чуть удобно в правую сторону и перевернуть и краям гоним чтобы не было никаких складок теперь вот так руками проверили все все ли схватилась то есть этот слой должен схватиться с тканью уже даже немножко либо что вот клей чуть-чуть проступает слишком много клея не надо потому что иначе когда вы начнете размазывать он пройдет сквозь ткань и вы начнете вместе с тканью делать вот такие вот зажимы загиба на ткани на самой она будет у вас сползать сейчас мы после того как так вот все прижали разгладили берем опять валик с клеем и повторяем процедуру уже поверх стараясь промочить ткань клеем то есть сейчас клей то есть он не разбавленный не разбавленный пока без грунта мы приклеиваем слой к слою середине ткань понятно есть она у нас пропиталась снизу клеем теперь мы пропитываем ее сверху клеем и она должна схватиться и приклеить к нижним слоем все понятно и клей как вы говорили строительный тогда лучше строительный было во первых он гуще во вторых он все-таки клеевые способности его лучше наверное все у того что обычный канцелярский пола его разбавляют водой ну скорее всего и теперь мы все вот это дело как следует промазываем промазываем и оставляем просохнуть пока у нас будет вот этот слой сохнуть мы с вами загрунтуем просто арголит без именно тканевой основы чтобы можно было сразу на нем уже потом начать писать то есть просто обычный грунтованный органит как грунтованный картон если у нас вот это вот получается как получается как холст на картоне что понять приклеиваются ли у нас уголки вот так вот можно прижимать совершенно спокойно опять же можно резиновым шпателем если есть поразглаживать но вот у меня нет резинового шпателя я делаю руками клей прекрасно отмывается от рук у нас кончился клей что мы добавим так и продолжаем жирненько так сказать вмазывать прям вот я с нажимом это делаю чтобы пропитался наш холст так называем наш простыня чтобы она пропиталась клеем на сквозь она пропитается мы ее положим сохнуть когда она высохнет мы заклеим подклеем вот эти вот боковые части сзади нашей будущей работы вот этого формата аккуратненько туда их загнем и также их подклеим то есть это делается после высыхания ну конечно потому что нам нужно будет это дело перевернуть лицевой стороной вниз для того чтобы подклеить так сказать заднем для натяжки лучшей нашей ткани и оставим сохнуть процесс конечно не быстрый поэтому если уж вы начинаете делать себе заготовки делайте сразу несколько штук побольше ну да ну сколько конечно по потребностям да сколько вы собираетесь примерно в какое-то ближайшее время сделать работ каких-то разного формата вот потому что снова ради вот одна одной да скажем картиночки маленькой как маленького какого-то формата разводить вот это все дело это конечно будет но технически наверно накладно довольно сложно это сложно это надо будет а потом один раз потом второй раз и лучше конечно сразу себе сделать запас итак дорогие друзья у нас сохнет наш наклеенный холст так называемый то есть наша простыня а теперь мы сделаем еще одну картоночку но мы сделаем ее для того чтобы на ней писать сразу мы сейчас его загрунтуем уже по вот этой клеевой основе и начнем грунтовать она начнет сохнуть без холста можно будет на ней уже тогда сразу начать писать когда она высохнет то есть этот арголит он уже тоже с одним да мы уже мы тоже мы два листа арголита первый раз прокрыли как следует пва жирно как вот в предыдущей серии и и теперь они высохли значит один мы готовим с наклейкой простыни на хэбэшной ткани а второе мы подготовим сразу сделаем грунт чтобы можно было уже писать у меня в ванночке пва теперь я беру акрилатную краску белую и добавляю в пропорции 50 на 50 примерно то есть один к одному сейчас мы дел перемешаем посмотрим консистенцию разбавлять не надо потому что краска у нас оказалась довольно таки жидкая акрилатная если она у вас густая или она наоборот слишком жидкая то жидкую конечно уже густой сделать проблематично а если густая то надо будет немножко разбавить водичка акрилатной краски хорошо разбавляться водой когда мы баночку вот эту вскрыли самой краски она там немножечко уже подросла и лазь отстоялась и мы ее как следует перемешали кисточкой можно палочкой вот это вот самоаккуратно перемешиваем пробует консистенцию пасти себя консистенция хорошая и сейчас мы будем грунтовать наверно я сразу немножко сделаю на шлепочек таких чтобы долго валик не окунать без конца вот сюда я просто сейчас размажу уже непосредственно на самом аргалите у нас проклеен он очень хорошо высох и теперь мы будем грунтовать для того чтобы можно было сразу потом на нем писать настоящий художник вот и сейчас я все размажу сначала так прям вот прям произвольно просто прям по форме нашего аргалита вот прям вот так чтобы все было промазано промазывается и потом уже я как с клеем буду делать поперечные под 45 примерно градусов проходки пока первый слой не схватится как следует но это займет наверное думаю несколько минут вот теперь мы вот так аккуратненько видите жирно получилось тоже да вот так вот пройдем и все таки валиком вот эта как-то прокраска получается она равномернее получается чем даже чем широким флейцем но за неимением валика можно конечно и флейцем просто имейте ввиду что возможно будут потом когда высохнет ваш грунт какие-то полосы небольшие где-то то есть они будут немножко рельефные ну и так будет немножечко рельефно да а с флейцем будет еще чуть более рельефно это в принципе ничего страшного можно все это убрать шкурочкой наждачной бумажкой такой тоненькой просто немножко сверху пошпурить потом еще пройтись разочек сверху непосредственно нашим грунтом то есть оно как бы хорошо зашкуривается а ну да оно шкуривается ну понятно что усилие надо прилагать не не слишком сильно а то бы сотрет слой поэтому вот уже можно посмотреть уже начинает немножко отлипать да несмотря на жирный слой уже валик чуть-чуть отлипает то есть вот этот вот звук такой шишка 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 это когда уже немножечко сейчас схватываться надо будет покатать вот и две наверно немножко подсхватиться потом мы его оставим и он также у нас просохнет и мы таким образом положим сюда еще два слоя грунта и у нас будет прекрасно загрунтованный оргалип на который можно сразу будет писать и акриловыми красками и масляными красками но в принципе наверно даже и гуашь подойдет ну гуашью конечно не желательно а вот знаете наверняка такой тоже вопрос возникнет все таки вот этот грунт масло будет затягивать вот с краской если мы дело с пва мешаем то тут клеевая основа пва она не дает как раз втягиваться именно да 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 именно клей он не дает втягиваться масляной краски маслам потому что если просто писать по негрунтованному оргалиту то масло сразу втягивается впитывается в оргалит и у вас получается жухлая такая живопись то есть она не имеет глянца выцветшая это хорошо например применять вот поехали студенты на пленэр а у них задача писать масляной краской а в метро вот это таскайте значит масляную краску то есть свою живопись свои вот эти картонки да чтоб там народ не перепачкать не дай бог тот берется сразу негрунтованный оргалит и прямо на нем же пишется то есть это высыхает если не очень жирный слой высыхает в принципе за час то есть принципе уже все можно вести спокойно в транспорте и никто не перемажется вот теперь мы подождем когда это дело схватится и уже потом будем продолжать наносить второй третий слой грунта а сколько примерно по времени вот так вы сказали полное высыхание ну высыхание зависимости конечно от условий то есть если у вас влажно в помещении влажно и прохладно это будет сохнуть ну может быть шесть часов если у вас помещение сухо и тепло очень то это может высохнуть за час полностью но желательно конечно чтобы это во первых сохла на горизонтальной поверхности не без там каких-то бугров и при естественной влажности то есть при естественное высыхание без вспомогательных средств там без фена без батарей каких-то отопления или еще что то почему потому что все таки у нас сейчас арголит тонкий и есть вероятность что он может пойти волной ну вот так куда это будет уже практически не исправить теперь мы оставляем сохнуть наш арголит и вернемся уже когда он высохнет будем делать вторую прокрывку будем подгибать поля у нашего наклеенного наклеены наши простыни на арголите и потом уже будем грунтовать и то и это дорогие друзья наш первый слой просох теперь мы загрунтуем второй разочек опять оставим это дело на просушку и после этого загрунтуем третий раз посмотрим рукой повозим если нас будет устраивать качество покрытия насчет шершавости да или наоборот гладкости то уже можно будет приступать к исполнению вашего творческого замысла непосредственно я вот так вот намазываю потихонечку убрала я ванночку потому что в принципе она мне больше не нужна у меня я привела в банку намешанный уже грудь выкладываю кисточкой и сейчас аккуратненько буду тоже самое проделывать со вторым слоем вот так его размазываю по поверхности валиком не забывайте после каждого применения валик и ванночку если она у вас есть промыть водой сразу пока это не засохло потому что если вы оставите валик сухой он у вас засохнет с акрилатной краской и пва и вам уже потом его будет не отмыть то есть нужно будет другой валик уже брать вот второй слой у нас уже получается сразу более светлые какие-то в окружки попали второй был более светлый теперь такой же последовательности поперечными широкими движениями мы с вами его до грунтую вот так вот промазывая если какие-то пятна вы видите можно так вот вмазывать прям валиком на краях пожалуйста чтобы было более-менее все равномерно прокрыто второй слой уже ложится лучше третий будет еще лучше он будет наверное у нас финальным если вам покажется недостаточно можно в четыре слоя закатать лишним точно не будет хранить да вот это вот да если вы уже намешали и не успеваете сразу за один раз это выработать ваш замешанный грунт в таком случае вы в баночку с крышечкой это дело переливаете закрываете оно у вас не сохнет вот теперь мы второй слой оставляем сохнуть и третий у нас будет скорее всего уже финальный итак дорогие друзья у нас с вами высохли наши картоночки вот одна грунтованная картоночка вот у нас одна с наклеенной простыней сейчас мы с ней будем работать и с этой тоже значит момент такой вот если вот это хорошо видно у нас получилось это дело вот так почему потому что в процессе высыхания она лежала не на ровной поверхности немножко под нее что-то попало и в таком случае нам нужно было бы это дело потом когда она высохла перевернуть вот так и сверху чем-то прижать она подлежалась и было бы вот так но сейчас мы вытащили обнаружили вот такую вот красоту ничего в принципе в этом страшного нет смотри там туда вниз значит мы теперь с вами ее еще раз прогрунтуем она подсохнет и мы тогда уже перевернем ее вот так прижмем и она выпрямится все будет нормально почему так получилось потому что формат большой и лежала она у нас не на ровной плоскости у меня есть грунт который мы делали в прошлый раз он в баночке с ним ничего не случилось он хорошо был закрыт но сейчас я его распределю по поверхности ну можно сделать это кисточкой не обязательно ложкой чем угодно в конце концов можно даже налить все и начинаем еще раз закатывать наш арголит наверное мы сейчас давайте уберем вот этот вот низ чтобы нам его сейчас не испачкать потому что там мы его приклеим сейчас мы его загрунтуем он просохнет чуть-чуть до отлипа чтобы уже он не пачкался и мы его положим лицевой стороной вниз на какую-нибудь чистую бумажку газетку может быть простыню вот уже хорошо уже основание цвета арголита практически не видно в третий раз вот третья проходка будет просто уже можно сказать идеально то есть если у вас такое случилось что он пошел волной ну или загнулся это все можно выпрямить ну жирненько сейчас так вот намажем конечно мазать неудобно это понятно вот дипломируем ну ничего страшного это мы сами виноваты значит сейчас на высыхание да? да вот сейчас он высохнет мы его перевернем лицевой стороной вниз на что-нибудь чистое положим и сверху прижмем хорошим прессом чтобы он уже у нас как следует выпрямился потому что это немножко мы не доглядели потому что поторопились в домашних условиях можно наверное использовать какие-то бутылки пяти литровые да можно даже табуретку в принципе поставить сверху мы сейчас вот на фоне положим у нас есть табуретки мы ее потом прижимаем так а теперь мы займемся проклейкой проклейкой наших краев я сейчас пока откладываю в сторону валики беру клей ПВА смотрю консистенцию если он расслоился мы его перемешаем но у меня нормально все и мы начинаем просто промазывать прям вот эти вот торцы прям пожирней клеим педла пока я буду промазывать он уже не станет схватиться потом можно будет прижать в принципе для таких небольших участков для не общей площади вот этой большой а вот именно для каких-то маленьких моментов подклейка у вас может вестись с помощью утюга то есть мы нагреваем утюг ставим его без пара на не совсем прям максимум нален ну где-то наверное на хлопок но не на всю катушку то есть это можно ну в серединочку серединочку ставим и когда мы их сейчас промажем и наклеим мы можем сверху аккуратненько прижать это горячим утюжком но не раскаленным и у нас тогда сразу схватится тряпка с арголитом клей тут же высохнет при этом клей тут нормально будет еще у студийцев возник вопрос пока у нас это все высыхало под прессом поподробнее показать как мы будем заклеивать уголки ну вот мы в общем сейчас этим и занимаемся вот сейчас я промазываю я торец промазываю у арголита попадаю на тряпку ничего страшного нужно попадать на тряпку двумя пальчиками берем тянем видно да? вот прижали как мы разглаживали только к себе вовнутрь надавливаю угол пока не трогаем угол займемся потом в основном нам сейчас основную плоскость надо натянуть чтобы угол у вас будет хорошее теперь с этой стороны вот у меня уже здесь подсохло пока мы все промазываем немножко уже ткань высохла ну ничего страшного мы сейчас все поможем то же самое начинаем с серединки тянуть серединку натянули прижали дальше натянули ну так только сильно не притягивайте а то есть вероятность что он может треснуть рассчитывайте ножом натянули и торцы вот так вот пальчиками прям вмазали все и ладошкой вот так вот прямо сглазили все красота дальше вот я здесь промажу изнутри чтобы их между собой склеить а сам из заворот как бы да 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 можно сейчас вторую часть подгибать я беру немножко угол чуть-чуть вовнутрь вот так вот капельку побольше мы сюда натягиваем здесь уже нет просто как бы шашка такая да да просто накладываем крест-накрест грубо говоря и все сейчас у меня уже пока мы эти натягивали торцевые части у меня вот эта вот высохла я немножечко промазываю еще разочек чтобы все-таки это было мокренькое опять начинаем с середины так сюда и гоню от себя вовнутрь гоним вовнутрь пальцем торец примазываем ну то что задник такой получился неровный в этом ничего страшного нет если хотите можно поменьше чуть-чуть сделать сантиметров будет достаточно кто очень хочет красивый задник можно также его закатать будет грунтовкой в один слой и будет вообще прям красота чтобы никаких пузырей там не было самое главное не должен остаться воздух иначе будет отклеиваться вот теперь мы смотрим у нас здесь не очень получилось сейчас мы попробуем ну ладно не будем пробовать сейчас мы подозделаем немножко другую мы можем вообще в принципе или загнуть вот так то есть тут вариант такой можно загнуть можно отрезать что в принципе будет одно и то же хотите поменьше толщину мы берем ножницы просто вот это режем под 45 причем режем не отсюда а прямо вот от самого края иначе это расползется а режем с отступлением небольшим вот так опять берем клей промазали уголочек промазали и то же самое и пальчиками вот так вот все аккуратно прижали вот в общем то у нас получилось довольно таки аккуратно так здесь давайте сделаем то же самое немножечко не до края лежим а чуть-чуть вот выше я возьму там ну миллиметров на пять так и повторяется у нас процедура отогнули отогнули промазали и прижимаем прям вот вмазывали торец пальчиком проходим чтобы здесь никаких пузырей не было все вот таким образом прошлись прошлись смотрим что здесь отходит где-то ткань пожалуйста отогнули ее немножко домазали вот так видите отогнули домазали сверху сверху можно сделать то же самое если прям вот хочется чтобы прям вот все было очень надежно можно сверху еще чуть-чуть немножко промазать клеем то есть у нас все насквозь пропитано хорошо так получается если вы хотите с помощью утюга это сделать то сверху вот так промазывать клеем не надо потому что клей прилипнет к утюгу или к другой ткани как вы выложите сверху чтобы это прижать чтобы сделать с утюгом сверху ткань не промазываем клеем на нее накладываем еще одну ткань прижимаем и проходим утюгу так как у меня без утюга поэтому мы сверху промазываем клеем и еще раз все вот так вот плотненько когда высохнет перевернем на лицевой стороны будем грунтовать уже наш холст так называемый